Всем привет! Меня зовут Дмитрий Новлинский и сегодня я буду готовить шашлык в духовке. Для приготовления у меня есть 2 килограмма свиной шеи, 5 средних луковиц, приправа для шашлыка, соль и черный молотый перец. Мясо я режу на кусочки. Кусочки должны быть немного меньше, чем на обычный шашлык. Примерно 3х3-3х4 сантиметра. Слишком мелко мясо тоже резать не нужно, потому что при приготовлении оно у вас высохнет и не будет сочным. Нарезанное мясо я сразу выкладываю в емкость, в которой буду его мариновать. Закончив нарезать мясо, я добавляю у него соль по вкусу, это 200 чайных ложки на 2 килограмма мяса. Добавляю черный молотый перец по вкусу, 1,5 чайных ложки и 3 столовых ложки приправы для шашлыка. И все специи хорошенечко смешиваю с мясом. Если у вас нет приправы для шашлыка, вы можете использовать другую любую приправу для мяса. Либо использовать просто специи, такие как кориандр, базилик, розмарин. Обязательно используйте сушеную паприку. Именно сушеная паприка придает красивый цвет мясу при приготовлении. Теперь мясо отставляю в сторонку и принимаюсь нарезать лук. Друзья, лук я буду нарезать перьями, для того, чтобы он быстрее пустил сок и мясо быстрее замариновалось. Так как я его буду мариновать примерно 5 часов. Но если вы поставите мясо мариноваться на ночь, либо на 24 часа до приготовления, вы можете нарезать лук полукольцами, либо кольцами, так как вам больше нравится. Нарезанный лук я сразу отправляю к мясу. После того, как закончил нарезать лук, я его подавлю для того, чтобы он пустил сок. После чего хорошенечко я его смешаю с мясом. Кастрюлю затяну пищевой пленкой и отправлю мясо мариноваться в холодильник примерно на 5 часов. Друзья, вот мясо промариновалось в холодильнике примерно 5 часов. Теперь я мясо вместе с луком выкладываю в пакет для запекания, но таким образом, чтобы весь лук оказался под мясом, а мясо было разложено сверху. Для того, чтобы во время приготовления мясо принимало более красивый зажаристый цвет. После чего я отправляю мясо в заранее разогретую духовку до 180 градусов ровно на 60 минут. Через 60 минут я достаю мясо из духовки, разрезаю пакет и раскрываю его по максимуму. Посмотрите, мясо уже выглядит очень аппетитно. После чего я мясо отправляю заново в духовку при той же температуре, примерно на 15-20 минут. Через 10 минут мясо нужно достать из духовки. Перевернуть каждый кусочек мяса для того, чтобы мясо подрумянилось одинаково со всех сторон. После чего мясо снова отправить в духовку доготавливаться на 5-10 минут. Друзья, вот шашлык в духовке готов. Мясо получается не только на вид аппетитным, но еще сочным и нежным. Друзья, вот такое вкусное блюдо я сегодня приготовил. Всем приятного аппетита, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok